Бежала только струяный кровь своих бойцов. Детей фашисты оставляли, без крошки хлеба умирать. А дети мамам помогали, окопы рыть и выживать. Голодные, полубасые, на зло врагам стремились жить. И знали, русские простые, с молитвой, с верой за Россию, Идет солдат фашиста бить. Спасибо большое, Андрей. Скажи, пожалуйста, ты давно пишешь стихи? Ну, лет семь. Лет семь уже пишешь, молодец. Очень актуально, тем более, что 2015 год, год юбилейный, год 70-летия победы в Великой Отечественной войне. И хочу, чтобы ты обязательно пришел к нам в молодежку, оставил свои стихотворения, потому что в этом году Департамент молодежной политики очень много проводит литературных конкурсов. Так что ждем тебя у нас, хорошо? Спасибо тебе большое. Ну что же, мы продолжаем Бардовский фестиваль. Я смотрю, вас уже практически не видно. Вот, если честно, здесь со сцены вообще не видно. Вас только слышно. Вот вы здесь? Ну, как-то слабенько. Вы здесь? Вот, теперь слышно. Итак, приветствуем Екатерина Дедык с песней «Память». Уважаемые зрители, гости фестиваля, эта песня мне очень дорогая. Я сама член афганского клуба «Салат» в Танице Анастасийской. Сегодня решила спеть все-таки эту песню. Она, может быть, сегодня на фоне этого вечера покажется вам грустной, но нам никуда не деться от нашей памяти. У меня тоже недавно в нашу семью пришла похоронка на моего деда. Бабушка, то есть его жена, ушла из жизни, так и не узнав, где погиб, где сгинул ее муж. Моя мама практически перед смертью узнала, потому что похоронка пришла как раз. Значит, где похоронен? Это Тверская область, село Первомайское. Там покоится прах моего деда. И память, так называется, песня. Послушайте и погрустите вместе со мной. Не увидеть, сынок, не обняться, Как при нашей последней встрече Лишь цветы на гранитный камень Да в церквях запаляют свечи Троекратно салют в небо Ордена на хранение память А сынов, что еще родятся, будут звать вашими именами Но если опять придется побывать там, где вы упали Будем в трое сильнее биться Словно с нами вы в строе стали Троекратно салют в небо Ордена на хранение маме А сынов, что еще родятся Назовут вашими именами А когда соберемся вместе По традиции мы с друзьями Станем третью молча выпьем Вновь жалея Вновь жалея Что вы не с нами Троекратно салют в небо Ордена на хранение маме И сынов, что еще родятся Назовут вашими именами Не увидят сынов Не обняться Как при нашей последней встрече Лишь цветы Лишь цветы на гранитный камень Да в церквях запаляют свечи Троекратно салют в небо Ордена на хранение маме А сынов, что еще родятся Назовут вашими именами Вечная память героям Нашим предкам Вечная память Вашим родственникам Вашим прадедам, дедам Всем здоровья Спасибо Спасибо большое Вот такой вот вопрос Среди зрителей нашего фестиваля Есть ли местное население? Жители Прикубанского Вы здесь? Да Ну что ж Встречайте Вашего односельчанина Синева, все хлопаем и поем Кто знает, подпевает их По просьбе Не знаю, кого сейчас подойду Познакомлюсь Поем все Расплескала Синева Не слышу аплодисментов Расплескалась По дельняшкам разлилась По билетам Даже сердце синева Затаялась Затаялась Разлилась Разлилась Своим завань Живым светкам За дюральным Хватом Шум мотора Тишина 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 Аплодисменты О чем же горечит душа Такого молодого Человека С красной гитарой Сейчас посмотрим Добрый вечер всем Буду исполнять свою песню Стихи Музыку написал сам Представляю хутор Прикубанским Спасибо Поехали Дикие крики страдавших домов Разорвал ты браслеты долгих оков Лопнули цепи ронья и обид Разлетелся по улицам мелких гранит Мелкий гранит Чувства тревоги гложет тебя Льется по венам лава огня Спалить ты готова огнем все своим Ведь жить в этом мире нет больше сил Нет больше сил Распитые мечты, но знаешь ли ты Молитвы твои не помогут, увы Бери судьбу в руки, пусть знают разлуки А муки твои растворятся просто от скуки Просто от скуки О-о-о-о, а-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я что Словно у тигра, сулы и когти, Не знаешь сейчас, что происходит с тобой. А сердце кричит, и парень точно другой. Точно другой. Шум машин, как змея за спиной, Рвешься ты к цели только одной, Сильной рукой задушить эту боль, Что питается славой, ранимой душой. Ранимой душой. Разбиты мечты, но знаешь ли ты, С молитвы твои не помогут, увы. Бери судьбу в руки, пусть знают разлуки, А муки твои растворятся просто от скуки. Просто от скуки. Спасибо большое. Спасибо, Артём. Всё круто, мне очень понравилось. И много таких у тебя песен. Чё ты уходишь? Много, много. Прям много-много? Всё так найдётся. Всё, мы тогда к тебе придём. Где там, в какой палаточке будешь? В Анастасиевской, да? Забираете с собой, да? Всё, замётано. Приходим, чисто на расслабоне. Так слушаем замечательную музыку. Ещё раз аплодисменты такому крутому чуваку Артёму. А мы встречаем очаровательную девушку, которая уже покоряла вас. И я думаю, что вновь покорит ваши сердца. Беляева Виолетта с песней «А разве у вас нету крыльев?» Итак, Виолетточка, пожалуйста. Я подогрела зал. Посмотрите, как они аплодируют. Мы тогда перчимы, там десят или рай, Но на границе, которой здесь нет, Мы задаёмся вопросом, хотя часто знаем ответ. И безнадёжно себя убеждаем, Что нет случайных падений и встреч. Есть то, чего мы не знаем, И то, что нужно сберечь. Укрыть собою, а сквозняка, а парка. Скажи мне, разве у нас нету крыльев? И со свободой что-то не так. И наше время укрыло нас пылью Там, где мы полюбили с пустого листа. Когда вечер, то, что зовём теплотой И тратим попуск на разговор, Который может идти бесконечно И не давать ничего. Скажи, да раз, всё это так нужно, Все эти жесты, мечты и слова. Есть те, что вечно замужем, И те, кого поцеловать, Дано лишь раз, чтоб запомнить на жизнь. Так скажи, скажи мне, Разве у нас нету крыльев? Или со свободой что-то не так? И наше время укрыло нас пылью Там, где мы полюбили с пустого листа. Прыгай вниз, прыгай вниз, Не бойся, прыгай вниз, Это не карниз, это наша жизнь. Дотронься до меня, Прыгай вниз, прыгай вниз, Прыгай вниз, прыгай вниз, Не бойся, прыгай вниз, Это не карниз, Это наша жизнь, Это наша жизнь, Дальше только жизнь. Скажи мне, Разве у нас нету крыльев? И со свободой что-то не так? И наше мнение укрыло нас пылью Там, где мы полюбили с пустого листа. Спасибо большое, Виолетта. Ну что ж, я хочу немножко напомнить, что впереди нас ждет церемония награждения, где победители получат вот эти замечательные кубки. Дальше у нас состоится с вами так называемый свободный микрофон. Что это такое? Это все желающие, которые еще не выступили на сцене, но горят желанием продемонстрировать свое искусство, смогут это сделать. Вот такая вот интересная нас ждет впереди программа. Смешно, да? О, заработало. Не дождетесь. Это происки того, кто хочет свободный микрофон прямо сейчас. Ну что ж, а мы и продолжаем. И я хочу... Мне очень радостно, что вновь на фестивале бардов я встречаю своих друзей, коим является Николай Николаевич Михеев. Я думаю, вы тоже его все прекрасно знаете. Николай Николаевич исполнит нам стихотворение собственного сочинения, которое называется «Философия». Итак, философия. Легко раздуть огонь из жарких угольков, с собой угреть всю ночь костер любви готов. Что станет с ним наутро? Один древесный пепел, а также пепел в нем сгоревших мотыльков. И не научишь их, как ни учи, хоть связывай, пугай или кричи. И вот, расправив крылья, мотыльки другими летят в огонь, пылающий в ночи. Не зря нам право выбора дано, узнаешь, кто ты, выбрав заодно. А мне, срывая пальцы, лезть к вершине лучше, чем променять мечту на золотое дно. Мир не изменен, вот уж тысячу лет, оставил кто-то след в нем, кто-то свет. Возможно ли познать земное счастье? Недолго можно, а вот долго нет. Получишь только то, что заслужил. Неважно, кем ты стал и кем ты был. Но если не рискнул быть сам собой в итоге, то значит это ты в полсердца жил. Наивные вопросы, серьезные ответы. Я понимал не сразу отцовские заветы. Казалось бы, так просто и все-таки так сложно. В какой-то книге я прочел, что научиться можно. Спасибо. Встречаем. Стецуренко Константин с песней «Последний костер». Добрый вечер, друзья. Всем отлично на песеново гитарного настроения. Хоть и песенка называется «Последний костер», пусть каждый костер будет не последний в вашей жизни. Эту песню я написал на стихии нашего славянского поэта Федора Чуся. «Последний костер». «Последний костер» 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 Это память глухой красноярской тайги и далёкой ангарской глубинки. Это память красот красноярских столбов и кавказского плата сахлоа. И суровый пейзаж высоты челесов, куда тропы задут меня снова. И суровый пейзаж высоты челесов, куда тропы задут меня снова. Положу я в рюкзак горь саянских реком.